Почему ребенок отказывается ходить в школу? Скорее всего, дело не в том, что он не желает учиться, уверены психологи. Детей еще до школы приучают испытывать страх перед учителем и директором. Страх совершить ошибки и как-то проявить свою индивидуальность. Часто учеба преподносится как наказание уже в детском саду. Знаете, что происходит? То есть вместо того, чтобы ребенка настраивать на интерес к учебе, на мотивацию, на желание, на позитив, учеба начинает преподноситься как наказание. А потом мы удивляемся, что происходит с детьми, почему суицидальные мысли, почему дети истерики устраивают. Мамам и папам необходимо прислушиваться к мнению ребенка и, начиная с детского сада, рассказывать и показывать малышу мир и объяснять, что взрослые не всегда могут быть правы. То есть показывать ребенку мир таким, какой он есть. Не розовые очки, что все люди хорошие, все прекрасно и замечательно. Что вот, к сожалению, вот оно так. Не знаю, или к счастью, или к сожалению, так устроено. И поддерживать ребенка обязательно. И всегда быть на стороне ребенка. В детском ли саду, в школе, в начальной и так далее. Всегда ребенок должен чувствовать и понимать, что родители на его стороне. Чего бы он ни натворил. Почему? Потому что если еще и родители на стороне учителей, тогда ребенок оказывается вообще один в изоляции. И недалеко действительно до суицидальных мыслей. В последнее время все чаще дети становятся жертвами буллинга со стороны своих одноклассников и детей постарше. Нередко школьники подвергаются и насилию со стороны учителей. Никто не отменял троллинг одноклассников, которые тоже, бывает в школе, ну как, провоцируются неграмотными педагогами, когда они начинают там как-то стыдить, унижать, высмеивать и прочие нехорошие вещи делать в отношении ребенка. А одним словом это называется эмоциональное насилие. То есть ребенок 11 лет в школе подвергается эмоциональному насилию. Если вы видите, что ваш ребенок начал замыкаться в себе и агрессивно реагирует на различные ситуации, то это сигнал о том, что нужно узнать о его проблемах в школе. Затягивать с этим не стоит. Это может привести к печальным последствиям.